В прямом эфире Главный час и мы продолжаем. Новый дом в Девногорске разваливается, не отстояв и пять лет. Его строили специально для переселенцев из аварийного жилья. Однако люди боятся, что они променяли шило на мыло. Пластиковые окна не закрываются, а бетонный пол уже превратился в кучу песка. На месте побывал Денис Денисов. Ого, вот он, полы наши все хорошие. Это бетонный, да? Это бетонный, да. Вот он, пласт. То есть вы его ничего не заливали, так просто его прижимали? Вот это первый раз так же и прожалось. Через какое-то время пришли и сделали. Ну вот опять вот эта вся ситуация. Потопы, аварии, сейсмические толчки. В доме на улице Патриса Лумумбы всего этого не было. Пол превратился в месиво из бетонного песка и пенопласта сам по себе. Зданию всего четыре года его строили специально для расселения дивногорцев из ветхого жилья. Прошло пару месяцев и рельеф пола в квартире стал похож на красноярские дороги. Ямы, рытвины и выбойны. И это несмотря на то, что позиционировали строители, это как новые технологии. Ну вот пол, заливка пола идет. Слой пенопласта, потом стяжка раствора. Потом опять слой пенопласта, стяжка раствора. Вот завершающий. Ну не знаю, почему-то раскрошилось. Видать, новые технологии не помогают или как. Руслан Коломенцев живет здесь с семьей. И все домашние вынуждены ходить по дому исключительно в обуви. Из-под линолеума постоянно летит пыль. Генеральную уборку приходится делать буквально каждый день. Плюс ко всему просадка дома никак не остановится. Швы с потолка и стен периодически сваливаются на голову. А сквозь по белку постоянно проступают желтые пятна. И по мнению администрации, это достойное замещение аварийному жилью. Создается ощущение, что даже пластиковые окна и двери установлены здесь с нарушением технологий. Например, вот эта балконная дверь с самого первого дня до конца так ни разу не закрылась. По словам хозяина квартиры, в администрации всегда выслушивают все жалобы. Какие-то мелкие дефекты даже оперативно устраняют. А вот привести в порядок рассыпающийся пол обещают еще с весны. Если менять самостоятельно, то это выльется в немалую сумму. К тому же уплотнение требует весь периметр жилплощади. В свое видение ситуации администрация города Девногорска пообещала рассказать в ближайшее время.